Силовикам оплатят взлет-посадку Силовикам оплатят взлет-посадку Минфин готов погасить долги за аэропортовое обслуживание газавиации Газета коммерсант номер 84 от 20 мая 2019 года Строение 7 Минфин увеличит расходы бюджета на 1,66 миллиарда рублей в этом году для компенсации аэропортом выпадающих доходов от обслуживания самолетов силовых структур Суммы хватит на погашение почти всего долга, накопленного государством перед операторами с 2015 года Аналитики отмечают, что компенсация не так важна для крупных аэропортов но существенно поддержит небольших участников рынка Минфин выделит расавиации дополнительные 1,66 миллиарда рублей на компенсации аэропортом выпадающих доходов от обслуживания самолетов силовых ведомств Соответствующие поправки вносятся в бюджет на 2019 год Следует из проекта, размещенного на портале раскрытия правовой информации В первоначальном варианте бюджета на 2019 год Министерство зарезервировало на субсидии только 252,7 миллиона рублей Чего не хватало для покрытия потребностей операторов По российскому законодательству Минобороны, ФСБ, МЧС, ФТС, Росгвардия и ФСО не платят за услуги аэропортового и наземного обслуживания бортов Частные операторы обслуживают их по требованию безвозмездно Эти расходы компенсирует РСА за счет средств, выделенных правительством Как Шереметьева пытаются взыскать недоплату за обслуживание силовиков По словам собеседников твердый знак в отрасли Количество вылетов самолетов силовых структур существенно увеличилось после начала военной операции в Сирии в конце 2015 года При этом субсидирование аэропортов осталось на прежнем уровне и задолженность бюджета перед аэропортами выросла Правила компенсации расходов аэропортов не предусматривали перенос задолженности на последующие периоды Источник твердый знак в одной из авиакомпаний отмечает, что траты на аэропортовое обслуживание занимают около 20-30% в структуре расходов перевозчиков По данным Международной ассоциации аэропортов, МАА, в 2016 году в субсидировании было отказано 46 аэропортам, в 2018 году – 70 операторам В письме за министра финансов Андрею Иванову ассоциация указывала, что за 2015-2018 годы задолженность перед аэропортами достигла 1,146 миллиарда рублей По состоянию на 19 апреля в Росавиацию направлены заявки аэропортов еще на 797,9 миллиона рублей Таким образом, задолженность достигла 1,943 миллиарда рублей С.М. Твердый знак от 29 апреля Если проект бюджетных поправок будет принят в текущем виде, бюджетные субсидии закроют почти всю накопленную с 2015 года задолженность Как долг бюджета перед аэропортами превысил 1 миллиард рублей В Минфине переадресовали вопросы твердый знак в Росавиацию как главному распорядителю бюджетных средств по этому вопросу Там отказались от комментариев При этом 14 мая арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Шереметьево к Росавиации на 20,6 миллиона рублей Поданные задолго за обслуживание в 2016 году объединенного авиаотряда спецназначения ФСБ В отрасли ожидали, что решение по этому иску станет прецедентным и может вызвать волну сходных претензий от других аэропортов В МАУ положительно оценивают решение Минфина Исполнительный директор Ассоциации Сергей Никотин отмечает, что полученные средства операторы аэропортов смогут направить на поддержание инфраструктуры Исполнительный директор агентства Авиапорт Олег Пантелеев отмечает, что полное финансирование субсидий аэропортом решит давно назревшую проблему Хотя долги бюджета не ставят под угрозу операционную деятельность крупных аэропортов, поясняет эксперт Для игроков среднего уровня нехватка финансирования может стать чувствительной, если на них ложится дополнительная нагрузка по вылетам в рамках учения или тушения пожаров Герман Костринский